А вот у владельцев гаражей на Ботанической, наоборот, воды с избытком. По непонятной причине там с начала года топят подвалы. Пенсионеры уже остались без овощей и заготовок, а вода продолжает пребывать. Городские чиновники и коммунальщики провели настоящее расследование, чтобы выяснить причину потопа. Но пока к однозначным выводам прийти не смогли. О таинственном потопе расскажет Лилия Мишалкина. Помогите, мы тонем. Больше месяца Анатолий звонил в администрацию района, коммунальщикам и даже в МЧС. За то время, пока власти решали, кому принадлежат сети и что вообще случилось, вода продолжала топить гаражи. Целые мешки с картошкой и морковкой. Все, что старательно готовили на зиму, пропало. Все лето выращивали, хотя мы и пенсионеры, возраст не 30 лет. Здесь недалеко есть свалка. Вынесем на свалку только и всего. Продолжается гниль. Постройки внутренние, там полки, стеллажи, все гниет. Пропитывается земля водой. Стены, фундаменты. Чтобы добраться до оставшихся банок, резиновые сапоги не помогут. Пенсионеру нужно забыть, что ему за 70 и несколько раз в неделю по 3 часа откачивать воду. Но и это сизифов труд. Уровень воды поднимается каждый день на 2-3 сантиметра. Причем откачка не помогает. Затоплены уже первые этажи стеллажей. Скоро вода доберется и до лестницы, и до всех остальных солений. Да и в других гаражах на Ботанической появились личные бассейны. Причем, по словам жителей, рукотворная стихия добирается до подвалов из соседнего канализационного колодца. Там глубина воды и вовсе была 2-3 метра. Не дай бог кому-то случайно провалиться. Александр, другой владелец гаража, тоже призывал к ответу коммунальные службы. Но телефонных пыток не выдержал и обратился к СМИ. С краскома ответ – ждите, ждите. Сколько ждать уже? С 3 декабря Анатолий ждет. У него вода эта. После огласки на 7-м канале приехала аварийная бригада и откачала воду из колодца. В администрации заверили, что все трубы принадлежат не краскому, а частнику банкроту. Но диагностику там все-таки провели, и результат оказался загадочным. Вода словно пришла из ниоткуда. Ни одной утечки не нашли. Теперь проводится расследование. Уже проверены все подвалы соседних домов, и никаких нарушений в сети водоснабжения компании «Краском» не выявлено. Была взята проба воды из одного из горошей. Результаты анализов этой воды показывают, что вода не питьевого качества, она не является водопроводной. Несмотря на это, работы по поиску возможной утечки на сетях ПСК «Союз» будут продолжены. Сколько еще пенсионеры будут оставаться с морем в подвале один на один, пока непонятно. Мы будем следить за этой мокрой историей. Лилия Мешалкина, Данил Дубенко, 7 канал.